Осталось всего лишь 5 километров доехать до автомобиля. Тут и найдется этот же автомобиль, заедем, сюда посмотрим. Так, идем смотреть автомобиль, да, ну да, и мы можем хотя бы хоть как-нибудь, единственное. Начинаем нашу скрестную радиопередачу. С добрым утром! 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 Где-то лет 15 назад я познакомился с замечательным человеком Арно Негро Воде. Он такой был авантюрист в хорошем смысле этого слова, человек разносторонний. И, к сожалению, он умер. После него осталось очень много интересных коллекций, вещей. И один из предметов, который был в его наследстве, это был вот этот автомобиль «Чайка». Его родственники абсолютно не могли придумать, что же им с ним делать. Они его отдали, этот автомобиль, мне. Для меня, как человека советского, отказаться от «Чайки» шансов не было. Естественно, я ее взял. Я надеялся, что у меня хватит сил и средств восстановить ее самому. Но в силу разных обстоятельств этого не произошло. Но я сделал то, что мог. Я ее сохранил. Она вот здесь, в этом, хоть и не слишком презентабельном сарае, но она сохранилась, простояла достаточно долго, почти 10 лет. Да, бразильские болельщики люди температурные. Хотя они там говорят, тут понимают и знают прекрасно о всем футболистам. Бразильских? Не только. Например, когда мы были в Бразилии... Недавно я познакомился с Артемом и его компанией «Уникпая». У них большой опыт восстановления ретроавтомобилей. И мы договорились, что я им ее передаю, и они будут ее восстанавливать. Вот, чему я лично очень рад. Я надеюсь, что у этих ребят все очень хорошо получится. Короче, автомобиль сейчас немного ржавый. Пяти с половиной метровый мотор, конечно, V8. Два мотора соединены в один. И тут, конечно, все пролжавело. Так, тут, походу, был у нас аккумулятор. Тут для него место. Минус. Я его снял. Тут большой толпелый аккумулятор. Тут плюс. Ну, и оно тоже разломалось. Ну, хотя бы мотор есть. Это самое важное. Конечно, которое придется полностью реставрировать, по моему мнению. Тут у нас, походу, даже масло есть. Да, и тут номер 13. Очень интересно. Или какой? Ну что, присяду? Чтобы насквозь не упал. Оно очень хорошо сохранилось. Вот это меня интересует больше всех. Что очень хорошо сохранилось. Чайка эта уникальная. Это та чайка, которая единственная, если вы посмотрите в Википедию, единственная чайка, которая работала в американском посольстве в Москве. Вот. И после того, как она там отъездила всего 60 тысяч, у нее пробег, у этой машины 60 тысяч километров, вот, американское посольство ее продало. Арна ее приобрел, ездил по Москве, а потом ездил здесь, в Финляндии. Потом потребовалась уже перерегистрация ее, и растаможка стоила так дорого, что он этого делать не стал, и машина просто стояла. Судьбе этой машины сегодня начинается новый этап, я надеюсь, счастливой ее жизни. Интересная находка, с очень необычной историей. Тут должны быть выхлопные трубы прямо тут у рамы. Ну, это то, что от них осталось, по-моему. А, в оглу. Опа. На. Ну что, давайте... Толкать, я думаю. Что у нас по поводу ключей, кстати? Стоп, 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 стоп. Давайте-ка колесо... Ну да, сейчас правильно вместе колесо, чтобы оно как-нибудь туда, в эту сторону. Можно даже чуть-чуть еще... Давайте. Да, за пороги лучше не брать. Все. Все нормально. Легка дня вообще, на самом деле. Давай, давай. Отлично. Все, 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 все. Я даже удивляюсь, что она так хорошо передвигает. Давай. Все, хорошо. Все, хорошо. Еще, мне кажется, покатится потом на свою силу. Все нормально. Стоп, стоп, стоп. Оп. Все, выехала. Так, пошел. Антон, давай, давай. Давай. Во. Все, он тут заново внутри. Моя миленькая, пушистенькая, грязненькая. Промоем самое главное. Выходит спокойненько. Готовы? Давай. Готовы? Оооо. Идет. Так, так, так. Теперь она не... Еще можно. Стоп. Антон, крути колесо полностью налево. Сейчас я с удовольствием передаю эту машину Артему. Спасибо, что ты ее берешь. Спасибо. Заботься о ней. Да. Кормить, поить. В данный момент, поскольку я только автомобилями и дышу, вот тут один из этих, который будет, надеюсь, греть меня. Конечно, он очень ржавый. Ну и, конечно, он очень уже убитый. Воментинский сайом. Ну да, babe. Ну, вот такой про카� pouшенola. И даже снова geliyor об этом. И потом включим, как С quizz conservatives будут дройсы. Пасид уже говорили, что мы здесь один день пожарарова. И district này пытаемся начинать.... Т acaba open Redeо? О, ровно заходит, а вот сейчас самое будет интересное, будем погружать машину. А чего там нормального, силы нет. Помните, какие рынки, это Леонид Массоя, что они очень хорошо. 10-летний год, это уже есть. И она уже регистрирована, чтобы машину нужно было сделать. Но это все равно, это все равно. Туки-варси, это все равно, но авопалкки может быть еще раз. Прямо, это будет видно. Ну это не может кормить, чтоб эта корма не было. Или это вот так? Или вот эта? Эти куски? Нет, куски-корма, если у нас есть какой-то корма. Да, вот здесь есть какой-то, здесь есть немножко хима. Вот это. Да, вот это вот. Задняя передача работает! Задняя передача работает! Да, в тяже кайфорта! Да, в тяже кайфорта! Да, в тяже кайфорта! Мы хотим проверить, что у него есть кайфорта! Но если кайфорта будет в тяже кайфорта! Хорошо! Выходи в тяже! Супер! Эта дорога мы идем к Керавалле, на Лахне-ти, мотори-ти. И сейчас мы будем стараться этот автомобиль поставить сразу же в наш гараж И там будет уже новый проект, как его можно поставить на подъем Завести эту чайку к нам прямо вот сюда в гараж Начинаем нашу москлесную радиопередачу с добрым утром! Субтитры создавал Субтитры создавал Субтитры создавал Субтитры создавал Субтитры создавал Итак, места у нас, конечно, тут вообще нету. Слава Богу, у нас есть помощники сейчас на этот данный процесс. Слава Богу, у нас есть помощники. Слава Богу, у нас есть помощники. И сейчас, у нас есть помощники. У нас есть помощники. Слава Богу, у нас все получилось, они выезжают, а сейчас у нас теперь самая тяжелая работа, а эту чайку на подъем не поставим. Ой, будет еще веселый вечерочек у нас сегодня. Короче, не влезает. Осторожно, пирали. Антон, лучше сбоку это делать, сбоку. Давай ее сделай так, Антон. Нет, сбоку, потому что нам все равно ее придется колесиками подтягать. Все. Миллиметр в миллиметр. Поднимаю сейчас машину. Продолжение следует. Продолжение следует. Давай еще. Оп. Самая. Слава. Слава. Типпу. Оп. Продолжение следует. Слава Богу, у меня паку от тебя с другой стороны. Типа. Подолжение следует. Типа Thus. Ну вот, безум 근�ação. П absent. Что? А вот, нет. отлично 40 40 40 получилось получилось поставить машину как мы и желание и на самом деле не так уж и было трудно мы сделали вау с ума сойти какая техника тут обалдеть тросики даже еще не порванные клаксаны какие большие посмотрим что-то от них будет так какой же прибор давайте-ка это попробуем посмотрим может быть заработает обычно всегда постучать придется и потом все будет работать это же ведь русская техника мы сдерем соберем вау так горковский автомобильный завод модель газ 13 год выпуска 79 год тут есть даже номер двигателя шасси и модели номер самого автомобиля 2995 поскольку я когда читал историю про этот автомобиль все было сделано всего лишь 3172 штуки где-то примерно так это значит практически одна из 300 последних моделей которые сделали вау ну что в нынешнем году их эти автомобили мы называем фестлифтами по идее тут же ведь все очень легко и просто если я этот пропеллер буду по часовой стрелке катить может быть у меня даже получится узнать стоит ли тут мотор или двигается так давайте-ка попробую ура пошел 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 двигается двигается вау ну это техника убойная больше 15 лет стояла и никакой проблемы наверное это уже интересно главное чтобы мотор завести а потом ему уже и можно управлять выглядит на самом деле грубо говоря как у американских автомобилей вот с ними я еще редко встречался она была привезена фринляндию в восемьдесят седьмом году а в семьдесят девятом она была сделана и самое что интересное все таки по бумажкам по тех бумажке было прямо написано что продала в сша но это самое интересное что Внутрь заходил смотри вот это сша трансмиссия the high это задний ход подсос вот такая система но тормоза вообще не работают да это лимузин смотри сколько тут как сидеть можно пыльно все мне кажется я не буду чистить я буду это все перешивать да мне кажется что тут крысы тут очень мало чего сохранилось в хорошем состоянии ручки тоже но вот это фронированный почувствуй какой металл тяжелый конечно очень жалко что она скромана это легко найти я думаю это не проблема но и он тут тоже значит находится но он уже сломан видишь русский транзитный номер они смотрю у нас есть целый да да эти крылья у меня есть это самое важное потому что они самом ужасном состоянии да 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 тяжелая машина но она знаешь она не такой уж и тяжелая да это по моему лампа вот тут у меня ничего нету я боюсь даже трогать это потому что мы больше не как и не найдем мне кажется такое стекло да ну что давай будем на связи с тобой спасибо что пришел осмотреть автомобиль как это вы моим какой Я не знаю, что все очень хорошие. Нет, нет? Это очень хорошая вещь. Как ты думаешь? Эти у них очень хорошие? Кестает ли машину, если она работает? Но, как ты заметил, мотор... ...пырос. Вау! У меня есть жанья. У меня есть хорошая вещь. Окей, там мы будем как-то с их. Я, мута там, он тарган. Будем как-то влезать. Так, я могу вам хоть в секунду сделать. Да. Отлично. Надеемся, сегодня получим искру. Ну, мне нужно было это, не надо было это, но надо было. Мога, сы. завоела этот таста тастака вот это стаи сауна оленка йотен там она у кого я куева на мута сам ума сетей x-лапа это именно оленка за ее кто сетом умеешь не нормально тут мы видим дырки спом из-за них как раз начал протекать антифриз мы решили заменить эту часть полностью в шланг мута ты считанку мэгэйта селесуара вирта а сито мэвой дает и киевцы сад вот сняли оригинальную свечу она выглядит очень маленькая представьте такая маленькая в таком огромном моторе и они мне кажется стоят около 4 евро мне кажется ладно все едем покупать детали аккумулятор подключен вода есть карбуратор стоит тормозов нету короче сейчас будем начинать стартовать автомобиль но не митта ладно начинаем тогда она бинта старте работает разряд у нас работает старте он значит крутится это очень интересная новость разряд хорошо ей тулэ океи уедестан океи окей эй 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 перта и тапан работает Мотор у нас сдвинулся с места, но не знаем почему сейчас не идет никакого заряда на стартер. Полная тишина, не знаем чего делать. Кажется стартер все-таки заклинило. Возьмите! А сколько нужно было? 13 вадя? Можешь вверх? Можешь вверх? Вверх! Можешь! Можешь! Вот, идет подача, идет подача. Все. Готовимся. Отмазь. Я. Нет. Заново. Опа, танку. Эй, 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 эй. Биэлла, биэлла. Удастан! Давай, 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 давай! Давай! Оооооооооооооо! Сейчас мы тут все топим от газов и выклопов!